Главой государства отмечено, что благосостояние народа возможно только в условиях подлинной конкуренции. Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий, утратила свою эффективность. Это отражается в неспособности сплотить общество с его многообразием взглядов. Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от супер-президентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. С приходом к власти Касымжу Марта Тукаева произошли многочисленные изменения в стране. К примеру, принят закон о мирном собрании. Доля женщин и молодежи в партийных списках достигла 30%. В избирательной бюллетене теперь внесена графа против всех. Это всего лишь некоторые изменения политических реформ. Вместе с тем президент отказался от председательства в партии. Глава страны рассказал, как теперь будет жить Казахстан. По сути, он предложил реформу кардинального переустройства страны. И в первую очередь эта перестройка коснулась политической системы Казахстана. Важными тезисами программного документа стали заявления о политических реформах. Политическое сознание граждан выросло, и общество готово к тому, чтобы выдвигать достойных кандидатов на должности Акима. Также глава государства отметил важные экономические вопросы страны. Для противодействия кризису правительство должно принять срочные меры. Важно сохранить стабильность тенге в условиях непростой ситуации в мире. На национальную валюту не должны влиять внешние силы, заявил президент. Эгерим Бегенова, Жанбул Болтаев, Купщакпарат.